Очень давно год назад, примерно? Нет, мы с вами были убедились. Да. Не ебили, потому что у нас все разъемы. А я была абсолютно убедена, что у меня будет. А насаж активников еще как-то 10-й год наделал. Просто здесь все было по-другому. Ну, как хотите. Так у вас наоборот будет? Нет, всего 2 куба. Сейчас вам много будет, что прилично или неприлично, но всего 2. Зонька, повторись, пойдем вот туда. У-у-у-у-у. Мечательно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И вот когда мы с Володей тоже разговаривали, мы говорим там что-то до, вот это тогда было. И дело в том, что вот эта, ну назову ее серия работ, у нас был допандемический период, когда мы с Володей вместе сделали проект, выставку в Новгороде, в Великом Новгороде. Там у Володи была жиропись, у меня график. Графика, вот почти все работы, но они были черно-белые. И тогда у нас, прежде чем приступать к этому проекту, мы с ним решили, что это вот именно такая была перекличка. И нас подвигло к этому, наверное, такие замечательные у нас поэты, петербургские многие знают это, и поэт Тамара Буковская, и поэт-кутруженка Алира Мишин. Вот у них был такой своеобразный диалог, и мы решили, что мы тоже в таком диалоге сделаем эту выставку в своем собственном диалоге. Они между собой разговаривают стихами, да, мы своими работами сделаем такие диалоги, ну, их какие-то лирико-философские высказывали, у Тамары стихи. И мы сделали вот такой вот, такой проект, который мы здесь не показываем. Вот эти работы, вот уже прошло проблеме, прошел какой-то период, и я решила, что эта вот черно-белая моя графика, мне захотелось ввести туда цвет. Я ее захотела дополнить, развить, и какие-то работы по этому остались в ЧБ, черно-белые, а какие-то я вводила цвет, дополняла, вот что-то вот эти сзади работы совсем недавние, и показывала я их где-то урывками, у нас урывками в Союзе, там, на весенних, осенних, где-то еще. А здесь я очень благодарна Ксении Тагнацкой в этом таком очень стильном пространстве ее. Вот она предложила мне выставить сразу же всю эту серию, и я очень рада, что могу ее уже в таком собранном виде вам показать, и в дополненном, но Тамара с Валерой, они не смогли сегодня прийти, но у нас будет отдельный день посещенный, их поэзия, они знают об этой серии, о моей задумке, что-то Валера не видел, потому что Валера в художниках, что-то еще нет, это мы будем рады 27-го числа, я думаю, потом пригласит вас, это будет чтение стихов Валера, будет читать Тамара и Володя Клифовна. Конечно, я хочу сказать, что очень благодарна Володе за все, за всю тебя благодарна, называется, песня. Ну, конечно же, Ксении, замечательно, всех очень рада вас видеть, и спасибо большое, что пришли, ну, можно об этом поговорить, что-то рассказать, но еще хочу отдельно сказать про статью Димы Северюхина, Дима писал эту статью как раз к выставке в Новгороде, когда мы с Володей делали нашу совместную, и вот такие выдержки, мы его тоже мысли по этому поводу, вот здесь вот мы поместили, чтобы это было как-то все взаимосвязано. В принципе, это интересно, это может какой-то вылиться, может быть, проект какой-то дальнейший, но во всяком случае, сейчас на данном этапе я рада, что сейчас все сложилось, я показала все вместе, вы все пришли, и спасибо вам большое. Аплодисменты. Во-первых, я у Зои, конечно, ничего не купил, к сожалению. Слава Богу! Слава Богу! Ну, надеюсь, что когда... Вот кто у меня есть в коллекции, но не куплено подарил. Подарил, значит, Богу. Вот. Но Зои-то уж, Господи, сколько же это лет-то прошло, и Зои интереснее делает все время проекты, все постоянно, они таким, с изюминкой какой-то находятся, и вот, ну, там, может быть, про них много, но вот она и у нас на выставках, наши беда, они участвуют, интересно. Вот только все была вот эта вот работа, у нас большущая выставка графические сезоны в Союзе, вот, и все люди посмотрели, а тут вот выставка, вот я когда смотрю на нее, связалась помимо картинок, которые так шире показаны на эту тему, вот, сразу, во-первых, друзья наши, друзья и Юрий Мишин, и Тамара Буховская, ну, Володя, само собой, сейчас же дети, дочка, и дети известные, все нам, все вот это все окружение, так быстро в окружении, вот, так что, как-то сразу атмосферу такая настраивает на такое сосредоточенное смотрение, и сосредоточенное смотрение, это привело к тому, что я почитал все-таки там то, что Северюхин написал, да, но у меня свои родились впечатления, потому что интерпретация этих вот стихов, которые там только перечислены, их назвали, да, кое-что я их все-таки читал, кое-что знал, и интерпретация такая очень милопытная, она, я бы сказал, такая, что ли, импульсивно-свежая такая, она эффектно, может быть, даже по отношению к стихам, она, наверное, такая энергичная, что ли, да, свеженькая, чем, они более, может быть, все-таки стихи немножко более такие, чуть философские такие, вот, а здесь они более эмоциональные, более такие, может быть, эффектные, ну, чисто графически, конечно, это же монотипия, и графически туда внедрение фотографии очень интересно, а ну, кстати, ты же там плен, да, инфекция, 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 такой просветленности, да, у меня такое ощущение от этого всего, хотя я уже был настроен и знаю, но этим работам предполагал, что будет показано. Ну, это, ладно, это понятно, но художники, они совершенствуются, они растут, они показывают новые, творческие растут, показывают новые работы, вот, а мне хочется сказать про то, что вот, когда творчество связано со стихами, я вот посмотрел Зоину блоги, наверное, видели Зоина книга, Зоина иллюстрации и Дочкина книга, да, стихи детские, такие очень связанные с собой, очень цельные, и вот, когда такое семейное творчество, это все-таки, это всегда вызывает интересы, конечно, это очень интересно смотреть, конечно, на такие вещи, за что я, кстати, открою тебя и приветствую, и все-таки в этом плане жизни получается, что я уже не беру два ложечка, а тебе повезло в жизни с сооружением, со своим, да, вот еще вырастом маленькие, они присущи всегда на всех выставках, они, конечно, впитывают себя и любить, тем более для таких родителей еще, я думаю, что желаю, чтобы они стали замечательными, красивыми, людьми и тоже творческими. А в общем, конечно, счастье тебе, нам всем счастье, видеться, продолжать работать, выставляться, и, конечно, вот еще и про галерею, конечно, хочется сказать, ну как галерея, целая галерея такая большая, да, вот, в которой я уже был, там моя, кстати, учиться выставлялась, жена того же Севенкина, вот, и, конечно, она так немножко неожиданно так заходит, потому что она такая эффектный такой интерьер, и неожиданное такое ощущение, когда попадаешь в эти стены, вот, и просто приятно, что такие возникают, возникают, сейчас их уже, ну, они разного типа, но возникают вот такие помещения выставочные, которые, просто в них чувствуешь себя очень уютно, и, когда нет огромного количества народов, высказали, но вот такой интимный коллектив, все гораздо лучше воспринимается, и гораздо лучше все запоминаешь и ощущаешь, и чувствуешь, поэтому, ну, и, конечно, спасибо за выставку, которые вы делаете, это очень здорово, вот, так что, сейчас я возьму тебя, да, и поцелую, а мы запечатлены, повторить, повторить, спасибо за это восстановление, за то, что я так ищусь. Конечно. Рудяшка, Рудяшка, спасибо большое, да, Володя, скажешь? Я согласен с вами. Ты согласен с моим предыдущим оратором, да? Да, а может быть, а может быть, Латин хотел бы сказать? А мы хотели Володю, Володя, Володя, Володя. А кто такой Володя? Все нормально. Чем дольше говоришь, тем больше. Немножко, и улыбнитесь. Немножко обращаемся. Надо обращаться просто. Поздравляю, поздравляю. Всем спасибо. Обменяю отцу. А как ваша фамилия? Не отпущу. Спасибо. Латифа, не хотели бы что-то сказать? Нет? Или так, в приватной беседине? Нет, вообще, может быть, кто-то что-то еще хочет сказать? Если хотите, вы стесняетесь, да. Так как это традиционно получилось, то, может, неделю уже повысит. А, и мы уже устали. Нет, Олег говорит, пусть я олег не зову от меня, а он говорит, что это уже самое, что я хотел сказать. Это обличается. Я просто поцеловачиваю, да? Спасибо. Я первый раз в этой галерее. Галерия мне очень понравилась, чудесная. Дизайн хороший. Хозяйка красавица. Спасибо. И я вам желаю удачи. И проступаю. Спасибо огромное. Обнимаю тебя. Спасибо. 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 Ну что, все? Можно дальше гулять, разговаривать, общаться. А я еще хотела, кстати, может быть, можно я Аню представлю, да? Да, конечно. Аньчика, я хотела представить, да. Это кто вдруг не знает. Обязательно. Это Суина дочь. Она прекрасная поэтесса. Вот там вот представлены книжки Аньчки. У нас будет такой вечер поэтический, детский поэтический вечер. Даже, наверное, день это будет. Или, может быть, может быть, утро. Но мы посмотрим, да. И примерно в мае можно будет приходить со своими детками. Аня расскажет про творчество. Как она докатилась до такой жизни. Стала поэтессой. И про наш совместный проект. Да. Она книгу, которую мы вместе с Зоей Нориной выпустили. И... Покажем про Аню. Конечно, обязательно. Покажем про Аню. И как великолепно наполняют мои стихи в иллюстрации моей мамы. И какой замечательный тандем у нас получился. Вот. А сейчас я с удовольствием поздравила мою маму. Ну, конечно. С твоим стихотворением. Порисающее стихотворение. Стихотворение. Слушайте. Завещайте. Три луны озаряли небо. Свет в белесой земле даруя. Стихотворение. 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 За столом жить от малютки, мусорожки, машки, мутки. Вот потапывающий медведь. Ну-ка, друг, отдай венокль, дай мне тоже посмотреть. Какое-то чудо, да? Для меня сюрприз, честно говоря. Спасибо, прачевая мальчике. Спасибо большое. Еще раз скажу, спасибо вам всем большое. Очень-очень рада всех видеть. И теперь вот, наконец, мы долго готовились, просыпаем к нам, чтобы и общаться, и угощаться, и вообще расслабляться. Спасибо всем большое. А то никто в шампанское нужно начать. Кого это я поймала тут? В бабушкиной картины. Но я забыла, как вас зовут. Ну скажи... Меня зовут Мирон. Мирон, я вспомнила. Помнила. А тебя? А меня зовут Борис. Как? Борис. Борис? А у меня старшего брата звали Борис, Боря. Правда. Еще дедушек звали Борис. Дедушку звали Борис, да? Дедушек два. Угу. Ну, не... Здорово. А кто-то мне обещал сетворение прочитать. Я не обещаюсь. Ты не обещал, ты послушаешь? Давай. Давай. Там, беднягья Мали, завелось немного Моли. Моли быстро больше стало. Шуба мамина пропала, шапка папина и кот. Мой добро к себе несет. Видишь, я держу фотоаппарат, поэтому я не могу похлопать себе, поаплодировать. Давай сам себе. Да. И если ты еще одно сетворение прочитаешь, то это останется на память. Любое, придумай. Я прочитаю... Какое вспомнишь? Сетворение... Сетворение... С Бори. Как? С Бори прочитай стихотворение. Боря, ну помогай. Сетворение цирк. Разговоры на верхней армии цирка. Это что сверкает там? Желтая арена. Ну а дочка это что? Зимник, гиенок, а вон только леопорт. Слюсы режутся белья. А у меня дочка-то бочек, побольше. Это что? Это слонка, у нее мартышка. В платье бедная пышка. Пасырок надел плоток, и несет не столько пирожек. На столе сидит Майюнка. Масорожный март, и юнк, и вон подавлющий медведь. Ну-ка, друг, отдай мне нам предельно даже посмотреть. Куда побежал? А ты помнишь, как меня зовут? Нет. А меня зовут Слава. Повтори. Слава. Помаши мне рукой. Молодцы. Все, пока-пока. Девчонки попались. Тут не просто, ну что, мы снимаемся или что? Да, да, да. А видео? Да, да, да. Всем привет. 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 А со мной, здрасте. Вы меня помните? О, здрасте. Узнал? Узнали? Да. Конечно. Конечно, все хорошо. Я рада еще раз вас увидеть. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...